Ребята, всем привет! С вами Вика, я живу 20 лет в Германии, о том и рассказываю. Всем доброе утро! Мы с вами отправляемся на работу на рассвете. А кто-то сейчас, вот такой нехороший человек, летит в отпуск, а мы на работу отправляемся. Так, Виктория уже отработалась сегодня, приехала домой, поужинала, полежала. Время сколько-то, не знаю, сколько-то, 6 вечера, наверное, я приехала на дачу. Взяла батарею для газонокосилки и смотрю на небо всегда. Последние 3-4 часа не было дождя. Да, тут сухо. Поэтому я сейчас покажу траву. Пришла ради удовольствия. Не то, что надо, а прям хочется на даче повозиться на свежем воздухе. Думала или на дачу, или прогуляться сходить, рунда сделать. Вот, решила на дачу, пока дождя нет. Леон сегодня на фаршуле, которая в нашем городе, слава тебе, господи, сам пойдет пешком. Но дома его почему-то еще нет. Где он может быть? В школе, наверное. Ну, я с ним переписывалась, спрашивала, куда его везти. Он говорит, здесь везти никуда не надо. Вот, я его немножко приболела. Вчера, ребята, я не устала на работе. А я реально заболела чем-то таким. Какой-то вирус ходит. Прям гравитация повышается. Лежать хочется. Прям к земле, к кровати тянет вниз. И сегодня с утра мне ужасно плохо было. Я хотела даже на работе отпроситься. У меня продолжение кассиринга сегодня было. И, короче, еле это пережила ужасно. Наибупрофей не дождалась, пока аптека откроется. И купилаибупрофей, она выпила. И потом весь день какая-то кислая такая. Я такое состояние не люблю. Знаете, я очень плохой работник в данном случае была. Попросила коллегу прийти пораньше. Вот он на полчаса раньше меня сменил. Ну и то он пришел. Я ему начала объяснять. У нас новая акция, что ему нужно сделать. Короче, решила дать попробовать. Человеку покреативить. Он мне сейчас присылает эти картинки. То, что он там делает. Короче, я уже полчаса посмеялась. Он мне говорит, я же сказала, что я не умею. Я говорю, ну первый блин всегда комом. Что ты? Учись. Все, ребятки. Пошла траву косить, пока дождя нет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тут она перестала работать. Сейчас мы ее почистим. Думаю, что она полная, поэтому она в отказную пошла, не хочет. Может включаться. Если сейчас она не заработает, будет очень весело. А здесь еще откуда он, интересно? Ого, представляете, он зарос прям в шланг. Мальчик в шоке. Что-то невероятное, ребята. Наработалось. Не видно уже темно. В общем, пол грядки я сделала. Это молодец, я молодец. И здесь все пропилила, пропилила, прокосила. Работы еще много, но мне понравилось. Я так душой отдохнула. Дачница. Я думаю, что соседи проходят мимо, на меня так косо смотрят. Я за куст зацепилась головой и хожу такая вся. Японская женщина. Капец какой-то, ребят. Я просто планирую сейчас еще... Ногти запачкала и руки не помыла. Халеша. В общем, мне нужно еще заехать в магазин за водой. А у меня прям кусты какие-то в волосах. Ладно. Я такая из сада или я такая после сбора грибов. Да? Разные же вещи, ситуации бывают. Кстати, в Германии в магазине кого угодно можно встретить. И работников в Бауштеле после работы. И то есть магазин это не такое место, куда ты прям должен нарядиться и прям такой весь чистенький, аккуратненький идти. Я вот грибы собирала и иду теперь в магазин за водой. Ребята, признавайтесь, у вас тоже у всех так. Когда вы просто идете в магазин, очень низкая вероятность того, что вы кого-то из знакомых встретите. Ну, когда вы идете с грязью под ногтями, с листьями в волосах, с прилипшей грязью к шуе, вы полгорода встретите. Короче, сейчас столько знакомых встретила. Все на мне так. Тебе все в порядке? Лучше не бывает. Зашла за водичкой, называется. Опять 40 евро так. Купила апельсины, купила фиги, купила виноград, печенье. Ну и правда очень много воды. Ну не очень, 4 палеты воды. Все, еду домой. Надо Леону позвонить, чтобы он спускался. Дурень. И что вы думаете, время 9 вечера. Эта умирающая лебедь опять оделась и едет снова на работу. Сотрудник попросил его подменить на полчасика. Еду. Взаимовыручка называется. Хотя вообще ни сил, ни желания хочется уже в кровать. Ну что поделать. Вечера я приехала с работы. Вы меня спрашивали, какой фирмы казы. Но это сало казы. А еще у меня есть колбаса. Колбаса не знаю. А это именно сало копченая казы. Вот так вот она выглядит. Здесь прослоечка жира такая. Ммм. Ммм. Очень вкусно. Я уже днем пробовала. И сейчас с бородинским хлебушком. Жалко, что у меня лучка нету. Вот такой бутербродик сейчас с вами сделаем. Полный рот слюней. Я вообще люблю сало. Редко, но ем. Дедушка у меня всегда так тонко-тонко его нарежет. Говорит, маленько можно. Вот такой бутербродик на ночь меня сейчас ждет. Все, отключаюсь прям. Ой, не могу. Хе-хе-хе. Ребята, пыталась, может быть, Леон сейчас подсунуть. Теперь, короче, у меня все гости, которые приходят, спрашивают. А это что за колбаса? Видео посмотрели. А покажи упаковку. Короче, все боятся поесть мясо лошади. Это же, говорит, как собаку съесть. Я говорю, ну собаку не пробовала, а лошадь вкусная. Ребята, конечно, я бы никогда в жизни не смогла. У меня бы лошадь от старости умерла. У меня бы даже курица от старости умерла. Что вы? А кролик тем более, а лошадь уж тем более. Ну просто уже все же приготовленная. Не помирать же ему. Захотели сальца, да, на ночь? Ммм, вкусняшка. Просто кадр красивый. Как будто... Леон! Ты можешь вот хоть один день меня не напугать, чтобы я вот... Ох! Дурень! Из-под холодильника по... Ой, за ногу меня схватил. Я хотела кадр красиво показать и сказать, что мы пол ведра огурцов съели за вчера и сегодня. Как дела? Хорошо, кухню кто будет убирать? А ты? У тебя гимназия... Уроки надо, наверное, делать, да? Некогда тебе. Место встречи у холодильника, да? Ты подождешь, пока я спать лягу, потом пойдешь, да? Кстати, забыла вам рассказать. Многие люди, которые заходят на канал так случайно, замечают, что я очень много смеюсь. Это так и есть. Ну, вот такой я человек позитивный. Ой, когда смол толк идет, я смеюсь. Или могу сама над собой смеяться, могу над другими смеяться, могу вместе с другими смеяться. Но сейчас не об этом. Сейчас мне так подкололи, ребята. Что, говорит, бутерброд с кониной ешь? Я говорю, да. Ну, а поэтому ты так постоянно ржешь, как лошадь. Теперь вы знаете мой секрет. Я ржу, как лошадь, потому что я ем конину. А вот что еще хотела обсудить. Вчера я разговаривала с подружкой. Она рассказывала, что некоторые люди из Казахстана мясо сюда везут. Это абсолютно ферботан. Это нельзя делать, потому что можно штраф получить. Каза везут. Секрет есть, как привезти казу. Я не рискнула, ребята, честно. Хотя было желание, но только для меня одно. Потому что из моего окружения, допустим, кто не казахи, когда я говорю, что я ем мясо лошади, ну, у них вот так что... Я бы и говядину привезла. Когда долго здесь живешь, ты этого не замечаешь. Когда съездишь в Казахстан, там поешь местного мяса, вспомнишь натуральный вкус, сюда приезжаешь, он не такой. Говядина, она не такая говядина, как в Казахстане. Баранина, нет ярко выраженного натурального вкуса, что ли, мяса. Даже конина вот сейчас я ем где-то там, далеко-далеко-далеко. Но те люди, которые ни разу не ели конину, они не поймут, что это не говядина. Оно вот что говядина, что конина. Что свинина, что путин. Я, допустим, очень плохо отличаю свинину от путин. Мне все на один вкус. Ну, естественно, курицу от говядины отличить можно. Вот говядину от конины вы не отличите, честно. Потому что мясо как-то здесь не такого интенсивного вкуса. Я думаю, если, наверное, брать дорогое био, то вкус появится. А то, что мы с вами покупаем в супермаркете, мы просто привыкли, нам вкусно, да. Но когда ты попробуешь вот этот натуральный вкус казахстанского мяса, а казахи толк в мясе знают, ребята. Тогда приедаться приходится месяц-два, три, может быть, полгода, и все еще сидишь вспоминаешь, ой, какое-то мясо было вкусное. И здесь, в Германии, я мясо ем раза три в неделю максимально. В Казахстане я ела его на завтрак, на обед, на ужин, семь дней в неделю. То есть вот там оно вкусное, там его хочется. Здесь мне мяса почему-то вообще не хочется. Но иногда стейк, чистое мясо такое. А так я не страдаю по мясу, вообще я лучше овощи. Что-то такое вот. Колбаса, кстати. Колбасу я тоже не очень. Единственная колбаса это сучук и салями мы едим. Либо нарезка шимкин мы едим. Которая... Люфтки трокнуты, знаете, настоящее вот это вот от ножки мяско. А так колбасу я тоже не очень люблю. Вот эти сосиски, которые я показала. Но они так для перекуса, они не на постоянку, да. Это вот прям такой аппетит. High se hunger удалить. А так, чтобы я их ела, тоже нет. Я не колбасная тоже. Сыр, да, колбасу не очень. Так что вот. Ребят, на этом с вами буду прощаться. Пора спать ложиться, сейчас смонтирую вам это видео. Там кот что-то с ума сходит, я не знаю. Что-то там надо смотреть, какая-то букашка. Все. Всех люблю, всех целую. Спасибо, что были с нами сегодня. Такой влог. Ну, ребята, будни, да, понимаете. Особо ничего не происходит. Вот. Желаю вам отличного настроения и спокойной ночи. Люблю, целую. Ваша хрупкая. У меня сегодня нетcy. До свидания. Итак, это всё вот так.